Показательные выступления юных спортсменов, выставки работ начинающих художников, отчетные выступления будущих мастеров сцены. Перед Новым годом принято подводить итоги, учреждения дополнительного образования здесь не исключение. Ребята демонстрируют свое мастерство и учителям, и родителям. Ученики школы телевидения «Волгоград-1» побывали в детской школе искусства имени Балакирева на итоговом концерте и готовы рассказать о своих впечатлениях. Сегодня в детской школе искусств имени Балакирева состоялся традиционный рождественский концерт. Юные таланты Волгограда порадовали публику своими лучшими концертными номерами. Украшенные коридоры и классы, нарядные ученики и преподаватели, конечно, хорошее настроение. В музыкальной школе имени Балакирева царит по-настоящему новогодняя атмосфера. Доброй традицией стал и праздничный концерт, который проводится десятый год подряд. Он всегда проходит интересно, всегда необычно. И каждый раз придумывается новый сценарий, какой-то и, конечно, в этом концерте принимают участие лучшие наши силы, творческие педагоги, учащиеся. Поэтому он любим публикой, у нас всегда аншлаг в этом концерте. Полина Шаповалова, ученица третьего класса музыкальной школы, в концерте принимает участие впервые. Немного волнуется, но на сцене играет на фортепиано так, будто профессиональный артист. Я учусь в третьем классе и учусь играть на фортепиано. И в этом году я участвовала в концерте музыкальной миниатюры. Сегодня я играю произведение Клода Дебюси «Маленький негритенок». Всего в рождественском концерте принимало участие около 20 учеников. Ребята всех возрастов и отделений спешили поделиться с публикой своими лучшими конкурсными и концертными номерами. В их исполнении прозвучали произведения зарубежных и отечественных композиторов. Мне очень нравится здесь учиться, потому что я здесь узнаю много нового и учусь тоже новому. Я очень много раз выступала, но пока еще места не получала, но надеюсь, что получу. 2017 год был для меня очень плодотворным. Вот в это воскресенье у нас проходил в нашей школе конкурс для струнно-смычковых инструментов, и я стала лауреатом. Также мы с моим преподавателем по музыкальной литературе писали реферат на тему «История великой любви в музыке» по произведению Уильяма Шекспира и Ромео Джульетта. И он также занял три первых места в заочных конкурсах. Я считаю, и к этому уже приучен учащийся моего конкретно класса, что участие в рождественском концерте – это всегда праздник, это своеобразный конкурс, отбор. Это равносильно тому, что мы представляем на отчетных концертах или на конкурсах любого уровня, от городских до международных, свой профессионализм, свое желание, умение показать себя, представить свою школу, как внутри школы искусств, так и за ее пределами. Поэтому это очень почетно и очень ответственно. Во-первых, я очень благодарна и своим ученикам, и их родителям, и бабушкам, и дедушкам, и, соответственно, конечно, своим коллегам, которые помогают мне формировать своих учащихся, формировать их как музыкантов, формировать их как людей, как представителей человечества, в конце концов. Я желаю им огромного счастья. Ну, здоровья – это, конечно, само собой разумеющийся момент. И я им желаю творческих успехов и большого-большого желания совершенствоваться. Двери школы искусств имени Балакирева всегда открыты для новых талантливых и целеустремленных учеников, особенно для тех, кто желает стать частью прекрасного и с гордостью называться балакиревцем. Надежда Селезнева, Виктор Хиврин, Вести 34.